Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня у нас будет обзор нового проекта, который называется Azimuth Roleplay. Проект открылся совсем недавно и сейчас разработчики трудятся над всеми выявленными багами и какими-то трудностями, связанными с геймплеем на этом проекте. Ну а мы тем временем начинаем по традиции с меню персонализации нашего персонажа. И тут в общем-то нечего показывать, все достаточно стандартно. Единственное, что нету прокручивания персонажа и нету, как вы можете заметить, курсора. Все управляется стрелочками на клавиатуре. Ну такое себе решение, я бы сказал это наверное на любителя. А если мы не будем там долго задерживаться, заходим на карту и видим, что выбрано место появления нашего персонажа, ну а я бы сказал абсолютно не стандартно. Это выход из метрополитена. Не могу сказать, что это плохо, просто это не стандартно. Зато первым, что бросается в глаза, это наличие транспорта для новичков. Кстати, точка так и называется. Транспорт для новичков. На многих проектах я об этом говорил, что разработчики вообще никак не заботятся о том, что люди будут делать, зайдя на их проект. Как будут передвигаться. Так вот здесь можно сразу же заметить, что этот вопрос решен. Эти точки разбросаны по всей карте, во всех ключевых местах и в дальнейшем я это покажу. Есть такая точка. С транспортом у вас больше здесь вопросов не возникнет. И единственным наверное замечанием по транспорту для новичков у меня это вот как вы можете заметить, точка появления этого транспорта. Очень близко друг к другу появляется транспорт. Ну и не решен вопрос с радио. Как вы только заводите транспорт, тут же врубается радио на полную громкость. А на многих проектах этот вопрос уже победили. И радио больше вас не беспокоит. Быстренько обращаемся к карте, смотрим как она выглядит, находим там мэрию. И наверное надо выдвигаться в сторону мэрии, чтобы узнать какое же здесь трудоустройство через мэрию или на точках. Забегая вперед скажу, что трудоустройство здесь происходит не через мэрию. Но по пути к мэрии мне повстречался один из игроков этого проекта, который здесь уже какое-то время существует, со дня открытия. И в общем-то он любезно предложил мне прокатиться с ним и он меня познакомит с какими-то интересными ключевыми точками. Ну и вообще в принципе с чего здесь надо начинать. А начинать здесь надо с покупки телефона. И от этого же игрока, зовут его Хуга, я узнал, что разработчики этого проекта когда-то занимались проектами схожими по ролеплей направлению, но на базе игры Arma. Отсюда и много всяческих фишек, связанных именно с проектами Arma. Кстати телефон, когда вы покупаете сим-карту, вы назначаете себе сами. Я например выбрал себе телефон 777-666. Телефон шестизначный. Но по тому как сделано в Arma, точно так же и здесь, вам нужно приобрести сумку. В Arma это в основном рюкзаки, ну а здесь это сумка. Сумка нужна для того, чтобы у вас повысилась вместительность. Ну а для чего она нужна, эта вместительность, узнаем чуть позже. Ну а пока я и мой новый компаньон Хуга продолжаем движение по этому проекту и с ним знакомимся. Следующим шагом нужно приобрести лицензии. И опять сходство с проектами Arma. Кстати здание выглядит очень красиво. Это здание лицензирования или автошкола. Как и на проектах Arma, здесь лицензии на право управления тем или иным транспортом просто покупаются. Никакой сдачи, ни теории, ни практики нету. Просто приходите и покупаете. Дальше Хьюга познакомил меня с местным агентством новостей. И познакомил его не просто так, а потому что это агентство принадлежит его супруге. Супруге в игре и супруге в реальности. Они здесь этим делом заправляют. В общем-то он мне предложил сюда устроиться на работу. На тот момент я отказался и мы проследовали дальше. Дальше мы ехали в Сити Холл или Мэрия. Называйте это уж как угодно. Которая кстати выполнена очень красиво. И на таком я бы сказал очень высоком уровне. Сейчас вы это все видите. Мэрия нестандартная. Очень красивая. В общем-то в ней присутствует все для роли плей игры. Есть и конференц-залы. И такие вот студии. Оформленные все очень красиво. Вообще здания на проекте все очень красивые. Вот например одно из зданий, которое принадлежит семье Хьюга. Вот в таком вот шикарном особняке они располагаются. И надо сказать, что проект открылся всего полторы недели назад. А у людей уже есть вот такие вот особняки. И на тот момент я начал понимать, что в общем-то это знакомство ни к чему хорошему-то не приведет. Потому что меня просто заманивают вот этими вот красотами, всевозможной роскошью. И я теряю объективность к этому проекту. Понятное дело, что за полторы недели вы никаким образом себе не нафармите вот на такое здание, на кучу топовых моделей этого проекта, на свою семью, ну и тому подобное. Все это было выдано администрации. Для того, чтобы вот был какой-то зачаток или какая-то база уже, с чего надо начинать на этом проекте. Поэтому подобные люди, как Хуга, конечно же, увидев новичка, начинают его заманивать и рассказывать ему обо всем, что есть на этом проекте красивого. Но для того, чтобы увидеть этот проект таким, какой он есть на самом деле, мне нужна независимость и нужна объективность. Поэтому мне пришлось расстаться с Хуга и поехать по своим делам. Кстати, по пути я разбился. Так вот, на этом проекте до сих пор еще работает скорая помощь. Действительно, можно вызвать врача. Врач приедет и вас поднимет. Опять отсылка к проектам Арма. Здесь действительно приезжает доктор по вызову и вас поднимает. Так, пострадавшему задрал футболку. Табличку, табличку возьмите, а то сейчас плохо себя будете чувствовать. Все, вы полностью здоровы, живы, здоровы. Хорошего вам дня. Вот таким вот образом, друзья, здесь до сих пор работает скорая помощь и можно вызвать врача. Хотя на многих проектах и этой работы уже давно нету. А на некоторых, я их показывал, эта профессия вообще упразднена. То есть, вы умираете, тут же появляетесь в госпитале, стоите там 5 минут и считаетесь выздоровленным. Здесь же еще так же работает вызов врача. Ну, а мы продолжаем. И вот то, что я вам говорил. Смотрите, вот одна из работ на этом проекте. И как видите, здесь есть точка транспорта для новичков. Это вот как раз то, о чем я говорил в самом начале ролика, что не хватает на многих проектах. Где не задумывается о том, как игрок будет здесь существовать. Здесь же этот вопрос решен. На любую точку, ключевую точку, на которую вы приедете, будет стоять точка выдачи транспорта. Кстати, транспорт вообще не исчезает. Ну и потихоньку переходим к самой работе. Как вы можете заметить, трудоустройство происходит прямо на этой точке. Здесь вы устраиваетесь, здесь же вы и увольняетесь. Здесь же вы и покупаете инструмент, который нужен для той или иной работы. Ну, на данном случае, в данном случае, вернее, это топор. Ну и вооружившись топором, выдвигаемся непосредственно на место работы. Никаких триггеров или контрольных точек не загорается. Подходим к любому дереву и начинаем его рубить. Взаимодействие происходит вот таким вот образом. Видите, загорается как бы шкала жизни, ну или шкала дамага этого дерева. И нам надо по нему бить. Выполнение этой работы мне крайне не понравилось. Я уже показывал профессию лесоруба. В основном это выглядит таким образом, что вы подходите на триггер, взаимодействуете какой-нибудь кнопкой и дальше идет анимация. Здесь же нет, здесь идет вот непосредственно взаимодействие вот таким вот образом. Вам все время надо ловить вот это место, где загорается вот эта полоска. После чего появляется бревно и надо опять ловить вот это место. Так как персонаж не стоит на месте, а все время скачет, ловить это место достаточно сложно. Не всегда получается поймать вот ту самую точку, где загорается вот эта вот шкала. Это выглядит, ну я бы сказал, крайне неудачно. И выполнена вообще работа, на мой взгляд, крайне неудачно. Очень много времени тратится на то, чтобы поймать вот это вот нужное место, чтобы загорелась полоска. Вот сейчас на экране как раз все это вот и показано. Очень сложно это дело все ловить, так как персонаж все время скачет. Ну анимация взята из простой драки, а не прописана отдельно. Поэтому все время, вот как видите, вот мне сейчас приходится все время крутиться и ловить вот это место. Я переключался на вид от первого лица, от третьего, но все равно это не помогает. Работа, на мой взгляд, крайне неудачная. Вам очень много времени приходится тратить на то, чтобы поймать вот это вот мизерное местечко, которое и даст вам возможность несколько раз ударить. После того, как вы несколько раз ударите, появляются бревна. Вот с подбором бревен вопросов нету. Просто нажимаем Е и бревнышки залетают к нам в рюкзак. Вот, кстати, для чего и нужен был рюкзак, про который я говорил в самом начале этого ролика. Для того, чтобы вы могли собирать вот такие вот ресурсы и у вас помещалось как можно больше. Затем уже с нарубленным деревом проследуем на контрольную точку и здесь выбираем пункт продать. И продаем то, что мы, в общем-то, насобирали. Стоимость вы сейчас видите. После же продажи мы возвращаемся обратно к деревьям и продолжаем нашу работу. В общем-то, каждый раз возвращаться не надо. Если у вас куплена сумка, то вместимость, естественно, увеличивается и мы можем продолжать рубить дальше деревьям. Ну и, как видите, вы все время ловите вот это самое место. Как я уже сказал, на мой взгляд, это сугубо мое мнение, это крайне неграмотно выполненная работа. Она осложнена вот именно тем, что вам постоянно надо ловить вот это самое местечко, где срабатывает эта полоска. Что, конечно же, через какое-то время очень сильно надоедает. И если с большим деревом, у которого всего одна шкала дамага, еще как-то это можно было бы терпеть, то вот, когда это появляется бревно, и вот здесь ловля вот этого вот местечка становится, ну, просто невыносимой. Мало того, что когда вы поймаете и несколько раз нанесете удары, а вот, как вы сейчас видите, я всего один раз ударил, персонаж начал подскакивать, и полоска пропадает. Вам надо опять ее искать. Как я и сказал, ну, на мой взгляд, очень неграмотно выполнена эта работа. Для такой работы, для такого вида работы, нужно прописывать отдельно скрипт с отдельными анимациями, как это сделано, ну, в общем-то, на большинстве проектов. Потому что то, что вот вы сейчас видите, ну, конечно же, ни в какие ворота не лезет. Это очень сложно и очень неинтересно. Ну, и переходим к следующей работе, которая здесь представлена. Это работа на карьере. И, в общем-то, это та же самая работа, что и работа лесника, за тем простым исключением, что меняем топор на кирку. В дальнейшем это все то же самое. Кстати, если кто знает такой проект Аксиома, то, наверное, узнает оттуда меню. Меню выполнено точно так же, как и на проекте Аксиома. Все, что вы делаете, все надо перекладывать в руки персонажа, тогда это у вас появляется. Ну, и, в общем-то, сама работа, которая здесь представлена, выглядит точно так же, как и работа дровосека, которую я только что показывал. Ну, и точно так же, как это было выполнено когда-то на ныне мертвом проекте Аксиома. Мы берем кирку и ищем камни. Но на Аксиоме было, с одной стороны, это сделано проще, а с другой стороны, сложнее. На Аксиоме все, что вы найдете, вам надо было руками перетаскивать в меню персонажа. Здесь же есть автоподбор. Ну, или полуавтоматический подбор. Кнопкой Е вы достаете камешки, которые валяются вокруг вас. Ну, а работа каменоломни выглядит вот таким вот образом. Опять поиск той самой точки, в которой загорается вот эта вот полоска дамага. Ну, надо сказать, что вот на каменоломни этим заниматься немножко попроще. Потому что здесь можно найти такое положение, когда ваш персонаж упирается в этот камень и подпрыгивает на месте. Больше не пропадает эта точка. Но это надо ловить самому самостоятельно. Но зато здесь есть другой косяк. Если вы в какой-то момент промахнулись мимо камешка, то инструмент у вас исчезнет. И он появится в инвентаре. Для чего вам надо будет опять залезть в инвентарь, перетащить кирку. Вот как сейчас, например, вот на этом кадре. Я промахиваюсь и кирка у меня улетает в инвентарь. То есть открываем инвентарь и опять ее перетаскиваем в руки. После этого можно продолжать работу. То есть промахиваться здесь нельзя. На лесопилке топор не исчезал. А вот на каменоломне кирка после промахивания исчезает. А в остальном все то же самое. Возвращаемся на контрольную точку и продаем то, что мы насобирали. Все камешки, какие мы тут смогли насобирать. Надо сказать, что никакой зависимости от левела здесь нет. Вся работа, которая есть на проекте, она вам открыта. Прокачивается просто непосредственно то самое занятие, которым вы занимаетесь. Что дает прокачивание той или иной специальности, профессии лесоруба или каменоломщика, я не знаю. Но скорее всего, что это дает вам прибыль по зарплате. Это логичнее всего. Уж извините, качать каждую специальность до того, чтобы узнать, что она дает, я не могу. Просто потому, что нет у меня столько времени. Ну, а сейчас мы прибыли на следующую работу, которая есть на этом проекте. И с данной работой я уже сталкивался неоднократно и всегда говорил, что это самая наихудшая работа, где бы я ее только не встречал. А встречал я ее как минимум уже два раза. И она плоха не тем, что она плоха. Вот, кстати, перед вами сейчас краткое описание данной работы. Так вот, вернемся к тому, что я хотел сказать, что она плоха не тем, что она плоха, а плоха она тем, что она требует к себе усиленного внимания со стороны администрации или со стороны того человека, кому принадлежит данная профессия. А здесь она продается, данная работа, вернее, она продается. И у нее есть владелец. Но если владелец не уделяет этой работе должного внимания, эта работа становится геморроем для игрока. И вот посмотрите, например, на этом проекте, на вот этих полях растут четыре вида культур. Как я должен понять, в какую машину, какую культуру я должен грузить? Передвинуть машину я не могу, потому что мне не позволяет уровень. И вот опять начинается, да? Здесь должен быть присутствовать либо администратор, либо владелец этой работы всегда. Потому что иначе я упираюсь в тупик. Я ничего не могу с этим поделать. Ладно, будем исходить из того, что есть. Путем тырканья я начинаю справа налево носить туда тыквы. Хотя написано, что четыре вида культур. Но кто-то здесь посеял одну только тыкву. Вот, я угадал. В эту машину можно ложить тыкву. Пробуем в другую. Как видите, красная табличка. Тыква пропала. Но мне за это ничего не дали. Пробуем следующую. В ней уже есть какой-то груз. Опять не угадали. А как я должен угадать? Как я должен догадаться, в какой машине какой груз? Мне приходится здесь фармить для того, чтобы поднять хотя бы один уровень. И у меня появилась возможность передвигать эти машины. Таким образом я смогу отодвигаться все дальше и дальше по полю. Потому что по степени сбора тыков поле пропадает. Поля пропадают и немножко оттягиваются, оттягиваются. Чем больше вы собираете, тем дальше вам придется бегать. Для этого можно передвигать машины. Но как я и сказал, что когда нету за этой работой никакого контроля, она превращается в геморрой. Пододвинуть машину я не могу, поэтому я трачу время для того, чтобы бегать. Очень много бегать. А так как владелец этой работы поставил здесь мизерную зарплату, ждать, что сюда кто-то придет, нет никакой возможности. Но я все же потратил время и прокачал себе один уровень. Как видите, у меня появилась жилетка и теперь я могу хотя бы передвигать эти машины. Могу, но не могу. По той простой причине, что в этой машине просто нету топлива. Как я и говорил, это рабочее занятие требует к себе повышенного внимания со стороны администрации, со стороны владельца. Если здесь никого нету, то все, эта работа висит мертвым грузом. Я не могу даже передвинуть эту машину. Ну ладно, нету в этой, посмотрим в другой. И да, в другой машине, вот в этой, которая стоит рядышком, топливо было. И в ней даже есть 18 единиц какого-то там зерна. Пробуем мы их продать. Хоть какие-то деньги заработать. Далее можно будет каким-то образом заправить другую машину. Подъезжаем к элеватору и здесь выскакивает меню. Выбираем урожай и пытаемся продать этот урожай. И выскакивает табличка, гласящая о том, что элеватор заполнен. Потому что кто-то, не кто-то вернее, а тракторист, должен вывозить это зерно и сеять поля. Но этого не происходит. Я съездил, заправил машину другую, которая была без топлива, вот в ней много груза. Но и этот груз мне тоже не продать. Выскакивает точно такая же табличка, гласящая о том, что элеватор надо разгрузить. А чтобы его разгрузить, мне нужен либо администратор, либо владелец этого бизнеса, либо тракторист. Но из всех мною перечисленных появился только администратор. И тот был удивлен просто крайней какой-то активностью на этом занятии. Я объяснил ему проблему, что должно быть как минимум три вида культур на этой работе. И я вижу только тыквы. Меня действительно крайне удивило, когда администратор начал прыгать по близлежащим полям в поисках капусты. Одна из культур, прорастающих на этом рабочем занятии, должна быть капуста. Но дело в том, что тракторист, который здесь играл, просто взял и тупо все засеял тыквой. Поэтому никакой капусты нет. Но администратор настойчиво прыгал по соседним полям в поисках капусты. Пока я ему не разъяснил, в чем здесь вообще суть. Что, конечно, меня сильно удивило, что даже администратор не в курсе того, что происходит на этом проекте, какие вообще рабочие занятия и как они устроены. Ну и ладно, в общем-то, как я и сказал, работа не кудышная. Я сталкиваюсь с ней уже в третий раз. И третий раз я сталкиваюсь с тем, что эта работа требует к себе особого повышенного внимания и активности игроков. Иначе это просто рабочие занятия, валяющиеся на проекте мертвым грузом. Переходим дальше. И следующая профессия – это профессия мусорщика. Находится она вот в таком вот месте. А чтобы заниматься этим видом деятельности, вам, в общем-то, ничего не нужно. Находите помойные бачки, вот такие вот большие или маленькие, без разницы. Нажимаем кнопку Е, идет анимация того, что он ковыряется в помойке. Ну и, в общем-то, все. Все, что выпадает при том, когда вы ковыряетесь там, весь этот хлам, вы потом сдаете этому торгашу, который я только что показывал. Найти чего-то ценного, наверное, нет. Нельзя, потому что, ну, я облазил много помоек. И, в общем-то, выпадал мне только один и тот же хлам. Потом возвращаемся вот к этому голому дяденьке. И то, что вы насобирали, ему просто продаем. Идет тоже прокачивание этого уровня. Ну, в общем-то, вот и вся профессия. А больше показать на этом проекте мне вам нечего. Есть еще одна профессия, которая связана с доставкой, с доставкой заказов, с доставкой, кстати, тех же самых зерен, вывозом зерен с фермы. Но она на данный момент является с багом. Поэтому она не играбельная. Поэтому показывать ее я даже и не буду. Ну, а больше мне показать на этом проекте вам нечего. Если кому-то понравилось, то заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!